Добрый день, дорогие братья, дорогие сёстры! День сегодня особенный. Как и всегда, воскресный день у нас особенный, когда мы видим лица друг друга, и самое главное, когда мы находимся в присутствии нашего Господа. Слава Ему за всё! Да, день особенный тем, что мы сегодня как бы празднуем праздник, когда Иисус восходил в Иерусалим. Хотя это произошло, знаете, вернее, 1990 лет тому назад, потому что тогда был 33-й год от рождения Христова, да? А сегодня 2023-й. Но хочется как бы духом своим окунуться в ту атмосферу, которая происходила в тот момент. Давайте попробуем вместе пойти туда нашим воображением, нашим духом и пережить ещё раз то, что пережил Господь в тот момент. То, что пережили Его ученики и все присутствующие там, но только не те, кто был против. Там были противники, фарисеи, книжники, вы помните об этом. Но не те, кто испытывали, что были против, как фарисе и срибе. Итак, в 9-й главе, 9-й стих книги пророка Захарии написано следующее. «Ликуй от радости черь Сиона». «Торжествуй, черь Иерусалима». «Все царь твой грядёт к тебе». «Праведный и спасающий». «Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осли». «Сыне под Ерёмной». «Итак, это пророчество изрёк пророк Захария». Оно по своей сути, конечно, пророчество было очень сильным, грандиозным, можно сказать. Но в тот момент кто-то из слышащих это пророчество понял ли, о чём говорил Захария. Даже, наверное, сам Захария, ну, конечно же, не понимал, о чём идёт речь конкретно. В то время действительно Израиль нуждался в освобождении. Потому что он был в порабощении у языческих народов. Но для Израиля было загадкой, как царь кроткий, сидящий на осле, может принести спасение. Нужен был, конечно, грозный царь, сидящий на вороном коне. Потому что ситуация действительно была очень сложной. И вот проходит время, ни много, ни мало, 500 лет. И пророчество начинает исполняться. Итак, Иисус Христос в окружении своих учеников и в окружении народа, который следовал за Ним, Он приближался к Иерусалиму. Давайте посмотрим, как это записано у Матфея 21, 1-7. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. И в тот час найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И тот час пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит. Скажите через Ионовой, «Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Воистину, каждое пророчество, оно нуждается в откровении. Для того, чтобы понять его о том, что оно говорит. Но, как правило, понимание приходит уже после того, как пророчество исполняется. И тому мы видим очень много примеров в Священном Писании. В основном, эти пророчества, они касаются прихода на землю Мессии, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Это, как сказано у Исаии 7, 14, о Его рождении, допустим. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет и родит сына. И нарекут Ему имя Иммануил. Это касается также Его страдания. Его смерти, Его воскресения. Что написано в книге Исаии, 53 главы. Но давайте вернемся опять к пророчеству Захарии. И посмотрим, что собой все-таки олицетворяет ослица и осленок. Это сын подеремный. То есть ослица — это образ Ветхого Завета. Который пребывает под ярмом закона. Под ярмом греха. И в то же время он является детоводителем ко Христу. То есть это молодой осленок, то есть как образ. Как записано в Галатах 3, 24-25. Итак, закон был дан для нас детоводителем ко Христу. Дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Итак, молодой осел — это образ Нового Завета, на котором восседает Господь, который пришел не отменить закон, но он пришел исполнить его самим собой. То есть он есть любовь. И этой любовью он пришел исполнить закон. Поэтому образно сказано, он сидит одновременно на ослице и на молодом осле с сыней подеремной. И вот в назначенный Богом Отцом день Иисус с триумфом въезжает в Иерусалим. Он въезжает как обещанный наследник престола Давида. Это событие происходило в первый день недели. То есть день воскресный. Потому что в Израиле первый день недели — это воскресенье. Итак, множество людей, которые пришли в Вифанию, они сопровождали его. Мы знаем, что в это время многие шли в Иерусалим, чтобы отметить Пасху. И они также присоединились к Иисусу. То есть у них такое было предвкушение новой жизни, радости, оно все это воодушевляло очень людей. И у них опять же вновь пробуждалась надежда, что придет новое царство. И подобно царю Израиля, Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле. И люди приветствовали его как царя. И в этот момент Иисус не запрещал поклонения. Мы знаем, что никогда ранее Он не допускал, чтобы Ему поклонялись, чтобы Его прославляли. И все окружающие, и особенно ученики, восприняли это как знак надежды, что они увидят Иисуса на царском престоле. Да, а народ, как бы, он был уже убежден, что вот этот час избавления, Он приблизился. Народ израильский, то есть иудеи, они представляли себе, что войска римлян, они будут изгнаны из Иерусалима. И Израиль снова станет независимым государством. Всеми овладело в тот момент счастье, все были возбуждены. и воздавая всю честь и хвалу Иисусу, люди, они старались даже превзойти друг друга. Там было такое ликование. Люди, праздывали и праздывали Иисуса, пытались обстрелить друг друга, было такое желание. Несмотря на то, что они не могли Его тогда встретить с подобающей пышностью и великолепием, но они исполненные ликования славили Его. Они не могли принести в тот момент какие-то драгоценности Ему, но не постелали пред Ним свои одежды. Мы знаем, что тогда не было у них царских знамен, но они срезали пальмовые ветви и складывали перед Его ногами. Это как символ победы. Они размахивали этими ветвями и громогласно восклицали «Ассанна». Но были те, кто в тот момент были очень встревожены. Это были священники, фарисеи, книжники. которые говорили между собой, видите ли, что ничего не успеваем. Весь мир идет за Ним. Это записано в Иоанна 12, 19. В течение всей своей земной жизни, как уже было сказано, Иисус никогда не допускал торжества в Свою честь. И то, что происходило в тот день в Иерусалиме, оно совершалось исключительно по воле Отца. Именно Бог-Отец хотел обратить внимание людей на жертву, которая должна была увенчать служение Иисуса Христа этому падшему миру. Мы знаем, что в то время народ собрался, чтобы отпраздновать Пасху. Но не догадывался, что истинной Пасхой был сам Агнец, Господь наш Иисус. Но они не могли предупраться, что правильный Пасхой был Иисус Христа. И это уже началось его движение, чтобы принести себя в жертву. И вот этот триумфальный въезд, он должен стать предметом всеобщих толков и запечатлеть Иисуса. Чтобы каждый человек в своем сознании запечатлел тот момент, который происходил в то время. И действительно, после распятия Иисуса Христа очень многие вспомнили о том, что происходило в тот момент, о том событии. И обращаясь к пророчеству о нем, многие потом обратились к вере в Иисуса Христа. Они были убеждены, что он был истинным Мессией. И вот это единственное торжественное событие в жизни Иисуса. Оно могло как бы сопровождаться и явлением ангелов. Громогласным звуком труп Божьих. Однако это бы противоречило главной цели его миссии в этом мире. То есть он до конца остался верен принятой им смиренной участи. Ему предстояло нести бремя всего человечества до тех пор, пока он отдаст свою жизнь всего мира. И вот этот день, который казался ученикам величайшим днем в их жизни, он был омрачен тенью печали. Если бы они знали, что вот эти картины ликования это всего лишь прелюдия к страданию, которое ожидает их учителя. Хотя Иисус неоднократно говорил своим ученикам, что ему должно будет пострадать, что он будет предан смерти, тем не менее в этой сиюминутной радости и торжестве они забыли эти печальные слова. И они все-таки ожидали его воцарения на престоле Давида. К этой процессии все время присоединялись новые люди. Они славили Христа непрестанно и все время раздавались восклицания. Ассана сыну Давидову. Благословен грядущий во имя Господне. Ассана вышник. Никогда еще мир не видел такого ликования. Это действительно было великое торжественное шествие. Но оно не было похоже на подобные процессии великих завоевателей. При этом не было такой вереницы пленных. Никаких трофеев царской доблести. Но спасителя окружали другие трофеи. это славные трофеи его служения людям. За ним следовали пленники, которых он освободил от рабства греха. От рабства сатаны. И они славили Бога за освобождение. Слепые, которым Господь вернул зрение, они старались идти впереди. Нимые, которым Господь восстановил дар речи, они громче всех воскресцали, ассанна вышних. там были вдовы и сироты, которым Господь явил свою благость. И они славили его за его милосердие. Там были прокаженные бывшие, которые уже очищенные одежды свои складывали у его ног. И они славили и приветствовали его как царя славы. В этой толпе были и те, кого голос Иисуса пробудил от смертного сна. Писание говорит о том, что Лазарь был рядом с ним, тело которого уже мы знаем, что оно начало разлагаться в гробу, потому что он четыре дня был там. И он исполненный радостью, силой и мужества шел рядом с ехавшим на сленки спасителями. Но многие фарисеи, наблюдая за происшедшим, они пылали завистью и злобой. Но многие фарисеи которые были обзывали это были полны и взвык. Они старались изменить всеобщее настроение. Они пытались изменять attitude of people. И пользуясь своим положением они пытались успокоить народ. Но те угрозы, которые происходили из них, они только усиливали возбуждение в народе. и опасались что народ все-таки поставят Иисуса царем. Они непосредственно пробрались к Спасителю и обратились к Нему с укоризной. Учитель, запрети ученикам твоим. Они сказали, что этот процесс не санкционирован. То есть власти не разрешают проводить такие мероприятия. Но ответ Иисуса заставил их замолчать. Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Да, действительно, это событие происходило по воле самого Бога. Оно было предсказано пророком. А человек бессилен помешать исполниться тому, что изрек сам Господь. Если бы люди даже не смогли исполнить вот этот замысел Божий, как сказано, Бог наделил бы камни бездушные и они приветствовали бы Его Сына. Когда шествие достигло вершины холма и уже было готово спускаться в город, Иисус и все множество людей, которые следовало за Ним остановились. Перед Ним во всей славе лежал Иерусалим. Ну вот какова была реакция Иисуса при виде этой земной и тленной славы. Это записано в Луке 19, 41. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Да, печально. Иисус плакал, мы знаем, у гроба Лазаря. Но в тот момент он плакал из сочувствия к ближним Лазарям. Но сейчас он не мог сдержать слез среди всеобщей радости. В тот момент, когда все ему поклонялись, и люди просто были поражены, и их охватила скорбь также. Сразу смолкли все восклицания. Многие в тот момент стали рыдать, сочувствия горю того, кого они не могли в тот момент понять. Иисус в тот момент плакал отнюдь не потому, что он предвидел свои страдания. не о себе он печалился. Его сердце пронзило Иерусалим, который отверг его. Сына Божьего, пренебрег его любовью, который не поверил ему, хотя он видел его чудеса, и который готов был лишить его жизни. Он видел, какую вину навлек себя Иерусалим, отвергая своего Искупителя. Он видел, каким Иерусалим мог бы стать, если бы принял того единственного, кто мог бы исцелить его раны. Обращаясь к Иерусалиму, Иисус воскликнул, ой, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Иисус пришел, чтобы спасти Иерусалим и его детей. Но гордость, лицемерие и зависть не помешали ему сделать это. Зависть фарисеев, книжников, саддукеев и так далее. Иисус знал о том грозном воздаянии, которое ожидало Иерусалим. Он видел, что обитатели его обречены на смерть и голод. Он видел непреклонность иудеев, которая привела к тому, что они отвергли спасение. Он даже видел Голгофу, где ему предстояло перенести распятие. Он видел несчастных обитателей Иерусалима, которые также переносили муки распятия. Он видел прекрасные дворцы разрушенными. Он видел храм в руинах. Он видел, что от этих стен не останется камня на камне. и сам город будет распахан как поле. Конечно, неудивительно, что созерцая всю эту картину, Господь плакал от душевных мук. Но слава нашему Господу за то, что Он был послушен отсюда смерти и смерти крестной совершил подвиг души своей. И Он смотрит на свой подвиг с довольством. Но когда Он видит тех, для кого Он пришел, за кого пострадал, и те, кто не признают Его своим Господом, Он продолжает плакать о них, как Он плакал о Иерусалиме, который олицетворяет собой образ всех, всех, ради кого Иисус родился, умер и воскрес. Да узнает каждое время посещения своего. Потому что дни лукавы. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Наш брат Саша так все подробненько рассказал. Брат Александр что повторяться не будем. Я просто вот слушала его и подумала. Вот когда Бог давал пророчества об Иисусе Христе, говорил ли он о том, что он воссядет как царь, будет изгонять язычников. Просто пророчество о том, что придет Спаситель мира и так далее. А как у евреев вот это все преломилось? Что они ожидали совсем другого? А я вам скажу, что то же самое с нами. Ничего не меняется. И вообще хочется сказать, нет ничего нового на Земле. И все повторится. То есть Иисус должен прийти, да? Как прийти? Кто его как ожидает? Ну конечно я не говорю о том пришествии, когда весь мир увидит это конец. Но мы сейчас ожидаем его пришествия в Духе Святом как пробуждение, правда? Ожидаем как? Как все ожидают? Если вы внимательно посмотрите, то все ожидают вот так, как царя, который придет, всех бесов повыгоняет, правительство поклонится, станет христианским сразу. Мы сразу займем позицию власти. Разве не так? Посмотрите, как верующие ожидают. Да среди нас есть, которые так ожидают. Что когда он придет, в доме сразу все покаются. Но вы знаете, не так. ожидайте. он царь, он победитель. Но если читать внимательно Писание, то получится то же самое, что опять найдутся те, которые будут его распинать, но уже как? В нас. Теперь Иисус в нас. Так кого же будут распинать? Когда будут распинать Иисуса? А ведь будут. Об этом говорит Откровение. Они описывают это, что начнут гнать жену, а жена это церковь. Написано, что некоторых умертвят. То есть вот так мир примет Христа опять. Не все узнают его пришествие. Не все узнают, что пришло и вот это даже долгожданное пробуждение. Даже среди религиозного мира не узнают, как те фарисеи и будут отрекаться трижды и говорить «эта церковь не та!» Изгоняйте эту церковь, гоните ее. Мои хорошие, просто надо знать Христа. Надо быть как те двенадцать учеников и рядом с ними, которые шли. Духом его узнать, остаться верными ему, потому что он сказал «найду ли веру на земле, когда приду?» Хотелось бы, чтобы нашел. Я к чему веду. Не приписывайте того, чего нет. Не рисуйте себе «вот так он придет, вот так он должен». Он сказал «как не ожидаете». Не ожидаем, но узнаем, да? Мы должны не ожидать, но узнать. то есть не обрисовывать себе как, а принять его таким, как он придет. Да, он придет. В нас придет. Через нас придет. Но это не будет то, как ожидает христианский мир. Это будет в тысячелетнем царстве, но не сейчас, понимаете? А сейчас мы должны приготовиться еще со славой и терновый венец носить на себе. Так что, мои дорогие, прославим нашего любимого Господа, потому что Он дал нам уже силу, какую имел Сам. Он прошел, потому что в Нем был Отец. А в нас кто? И в нас. Дух Божий, Дух Отца. Поэтому мы должны торжествовать, радоваться, знать, что мы прославим Господа. И Он в нас прославится. Но все по-разному Его прославят. Жизнью или смертью, или как сказал Павел, лишь бы Христос славился. Аминь. Давайте поклонимся.